Наводни в российскую армию криминальными элементами, Путин с Шойгу фактически дали карт-бланш всевозможным рецидивистам на установление своих преступных правил. Например, одним из отрядов Шторм-Зет руководит криминальный авторитет из Волгограда Махмудов, осужденный ранее на 18 лет за убийство. Махмудов на зоне подписал контракт с Минобороны. Вышел и снова за свое. Мародерствует и убивает российских же русских солдат, которые не хотят делиться с ним деньгами. Как Махмудов, другие такие, как он, зэки и главные военачальники обнуляют российскую армию. Эксклюзивная история в нашем эфире. Этого парня зовут Денис Бикинин. Он военный и сейчас находится в Украине. Точнее, прячется в Украине. Он дезертировал из своей части. Мы, получается, ушли четвером, двоих которых поймали, они разделились с нами, чтобы мы не тусовались толпой. Он, бывший заключенный, отбывал срок в исправительной колонии номер 12 в Нижнем Новгороде, откуда, подписав контракт, попал на войну в Украину, где увидел много нового. Комбат всех построил, в итоге поставил всех взводников на колени, выстрелил в троих тувинцев, ранил троих тувинцев, ну, так сказать, нарушил дисциплину все наши роты. Нарушить дисциплину – это, по мнению комбата, не выполнить его приказ. А приказы у командира батальона своеобразные. Заставляли, так сказать, у солдат, которые тоже призвались оттуда, с лагерей, у них вымогать деньги, собирать, отдавать это все комбату, покупать там технику всякую, в плане машины и прочее, оставлять это все там. Но кроме банального вымогательства денег, здесь также процветают и другие виды криминального бизнеса. Алкоголь, спиртное, наркотики, там трава, всякое прочее, это все продается в соседней, получается, но там в соседних ротах продается, она прям вот о 50 метров пройти, спуститься, это все у них в руках. Этот солдат даже не знает фамилии своего командира, только позывной. Впрочем, очень красноречивый. Мы, получается, прикреплены к 21-005 воинской части, а сами мы служим на полигоне здесь, на Новой России, получается, где поселок Лутугино, 74-й батальон, 10-я рота. Фамилии, имя, отчество не знаю, позывной только знаю, без всего. В батальоне, в котором служит Бикинин, много заключенных. Он рассказал об этом активисту проекта «Ньюс Оппозишн». Самое ужасное, что командуют этим подразделением уголовники. И вымогательство и угроза убийства для них это вполне нормально. Кто отказывается платить деньги, того отправляют в самое пекло. За малейшее нарушение дисциплины солдат не лишают увольнения или ставят в наряд. Здесь применяют совсем другие методы воспитания. Троих просто избили, короче, они сейчас переломаны, ну, ребра переломаны у одного, у другого тоже там, ссадины огромные там. Прям покалечили его, травмировали его, никуда не отвезли, ни в госпиталь, никуда. Просто он сейчас там лежит с поломанными ребрами. Наказание можно избежать. Если есть деньги, и ты готов платить. Комбат с позывным «бес» так и сказал. Назначьте людей, кто будет собирать во взводах деньги. Один будет ответственный за кассу, кто в роте будет собирать эти деньги. Вот. И потом это будет уже передаваться ему. Вам интересно, какую сумму собирает «бес»? Просто озвучивалось то, что, ну, там, по 5-10 тысяч человек. А 5 взводов по 22 человека. 108 человек вообще вроде осталось. Было 110. Двоих, получается, комиссовали. 108 человек помножить на 10 тысяч рублей. Это больше миллиона за один раз. И все это подается кремлевской пропагандой, как героическая и славная российская армия. Командиры сажают военных в тюрьмы-ямы, устраивают публичные казни, массово отбирают зарплаты у солдат, вымогают деньги с родственников. Данное подразделие несет огромные потери. Денис Бикинин рассказал, что случилось в тот день, когда он решил убежать из части. Драка в другом взводе, получается, в медицинском взводе. В это время все, комбат уже встает, просто заряжает автомат и просто начинает, говорит, все строятся. Солдат решил не испытывать судьбу. Комбат по прозвищу «бес» с автоматом в плохом настроении. Кто знает, кому сегодня он прострелит ногу или голову. Что делать дальше, дезертир пока не знает. Очень большое количество штурмовиков и военнослужащих переходит на сторону Украины просто из-за того, что беспредел творится именно со стороны своих же руководителей, военных руководителей. Сейчас Денис прячется где-то в приграничном с Россией городе. Недавно его остановил российский патруль. И все обошлось. Я им просто рассказал, что якобы я сам из Украины здесь живу, но якобы с Ростова приехал сюда, здесь живу, якобы я гражданский. И все. Ну, то есть поверили в нас. А пока еще фотографий нас нету. Наших нету фотографий. Ни расклеены они. А вот еще одно российское подразделение, воюющее в Украине. Точнее, это его витрина. Бывшие зэки, на которых надели военную форму. Это Шторм-Зет. Шторм – это серия штрафных воинских частей, созданных Россией в апреле 2023 года. Контракт с Минобороны на участие в отрядах Шторм заключается на срок от 3 до 6 месяцев. Их сформировали именно для ведения штурмовых действий. Такие отряды используются на самых уязвимых участках фронта и несут большие потери. Широко известны мясные штурмы, на которые бросают этих заключенных. Когда-то Евгений Пригожин записывал видео среди тел таких вот героев-штурмовиков. Данное подразделение несет огромные потери. Жизнь солдата не является ценностью, лишь расходный материал. Командиром штурмового отряда Шторм-Зет является бывший зэк Алиэддин Махмудов. Вот кадры восьмилетней давности. Алиэддина Махмудова ведут в зал Волгоградского городского суда. А вот с ним прощаются его друзья. Пока, Алиэль. Давай, братан, все рядом. До свидания, господин Махмудов. Привет, Алиэль Махмудовна. Прощается, потому что он должен был выйти на волю очень нескоро. Волгоградский областной суд согласился с позицией государственного обвинения по доказанности вины, по квалификации действий лиц, назначив Махмудову наказание в виде 17 лет лишения свободы. В августе 2011 Махмудов организовал нападение на волгоградского бизнесмена Сергея Брудного. Вот на видео киллер Махмудова стреляет в Брудного и его товарища Евгения Ремезова. Ремезов выжил. Брудному медицинская помощь не помогла. Махмудов не хотел сидеть свои 17 лет и подписал контракт с Министерством обороны. И когда головорезы Пригожинской ЧВК «Вагнер» покинули фронт, Алиудинов радостно рапортовал начальству о своей верности. Весь руководство ЧВК «Вагнер» на ситуации на линии боевого соприкосновения, где мы сейчас воюем, никак не отразится. И уверен, не отразится. Мы бьем и будем бить нашего врага. На этих кадрах криминальный авторитет раздает своим подельникам медали. Награждается медалью за воинскую доблесть второй степени Коленов, Аманджула Миноголевича. Но от этого суть не меняется. Эти люди совершили преступления в России, убив и ограбив россиян. Теперь они занимаются в Украине тем же самым. Убийством и грабежами. А еще грабят своих коллег. Кто послабее? Командиры сажают военных в тюрьмы, устраивают публичные казни, массово отбирают зарплату солдат, вымогают деньги с родственников. Вот она, бандитская вольница. Или по-другому, русский мир во всей красе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok